Друзья, всем привет! С вами Елизавета Волкова и канал Сила в мысли. И сегодня я хочу рассказать вам об одной секретной книге, которую я рекомендовала к прочтению своим ученикам из легендарного тренинга по силе намерения «Игра в миражи». Это книга, в которой раскрыта абсолютная истина. Все секреты исполнения желания, вся теория, все знания о том, как использовать силу сознания. Я прочитала огромное количество авторов, и поверьте, многие из них пишут то, что вообще не работает. И лишь единицы нашли истинный секрет материализации любых желаний – любовных, финансовых, желаний, связанных со здоровьем. Все, что вы хотите, можно реализовать. Если использовать то, что вы сегодня узнаете в этом видео, то ваше желание, даже самое невозможное, материализуется гарантированно. Да, я решила в этом видео дать вам самые сильные смыслы, самые сильные, мощные ответы, очень крутые знания, мощную информацию о том, как менять внешнюю реальность силой своего сознания. После этого видео ваше желание исполнится. Сейчас я зачитаю вам тексты из этой секретной книги. Автор этой книги – Невил Годдард, и книга называется «Сила сознания. От мечты к реальности». И вот первая мощная мысль – не верьте своим глазам, а мысленно представьте, что ваш идеальный образ на самом деле существует. Почувствуйте себя так, как будто ваше желание уже сбылось. Кстати, друзья, если вы уже годами смотрите подобные видео на YouTube и уже перечитали все книги, но в вашей жизни пока нет значимых результатов, вы не вышли замуж за мужчину своей мечты, не вместе со своим любимым человеком сейчас, вы не нашли работу с таким доходом, чтобы путешествовать по всему миру и купить дома море. В общем, вроде все знаете о силе мысли, но мечты пока не исполняются. То я знаю, в чем может быть проблема. Я сама с этим столкнулась несколько лет назад. И проблема была в отсутствии практики. Я все знала, но жила посредственно. Не было ни отношений нормальных, ни денег, ни своего жилья. Что же я тогда сделала? Я начала работать над своими желаниями в формате марафона. То есть каждый день я выполняла практики на написание желания, медитации, визуализации и многое другое. И знаете, именно это сработало. Никакой магии, только практика. Ум сопротивляется, поэтому нужно упорно менять нейронные связи многоповторными упражнениями. Об одном из своих флагманских марафонов я расскажу вам в онлайн-встрече, которую организую для всех своих зрителей, у кого пока не исполняются мечты. Если вы хотите сдвинуться с мертвой точки, если вы устали все знать, но ничего не получать, то прямо сейчас переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана и регистрируйтесь на мой мастер-класс. Он абсолютно бесплатный, но закрытый. Успейте попасть, пока я его провожу. И возможно уже через 30 дней исполнится то, о чем вы мечтали годами. Действуйте! Ссылка также в описании этого ролика. И пока вы открываете сайт, я продолжу цитировать гениального Годдарда и его крышесносные смыслы. Воображение позволяет достичь того, чего невозможно достичь с помощью силы. Воображение представляет собой определенное движение сознания. Это движение, как любое другое, оказывает воздействие на окружающую субстанцию, приводя ее в соответствие с вашими мысленными образами. Изменение судьбы – это формирование новых взглядов и убеждений, что по сути означает изменение одной и той же субстанции сознания. Если вы хотите изменить свою жизнь, то недостаточно провести только внешние перемены. Основные изменения должны произойти внутри вас. Вы должны представить себя тем, кем хотите быть, и оставаться в этом образе, пока он не проникнет в ваше сознание настолько, что станет с вами единым целым и примет вашу телесную оболочку. Когда вы осознаете, что любое настойчивое желание имеет свойство становиться реальностью, тогда поймете, что все то, что вам казалось случайными событиями – это неизбежный результат работы вашего сознания. Вы должны упорно стремиться к достижению такого состояния сознания, как будто уже получили желаемое. Если вы наберетесь наглости и отчетливо представите себе то, что пока отказываются видеть ваши глаза, то вы это получите, ваше желание сбудется. Для притворения вашего желания в реальность важно ощутить конечный результат, то есть представить, что вы уже имеете то, чего хотите, и настойчиво стремиться сохранять это состояние сознания. Недостаточно просто представить, что ваши молитвы уже услышаны. Важно постоянно пребывать в этом состоянии. Помните, что только настойчивая работа по изменению сознания может изменить вашу жизнь. Если кто-то из окружающих вас людей относится к вам не так, как этого хотелось бы, ищите причину не в них, а в себе. Недостаточно всего один раз представить себе то, к чему вы стремитесь. Чтобы мысленный образ воплотился в реальность, нужно как можно чаще вызывать его в своем воображении и жить так, как будто он существует на самом деле. Состояние сознания, когда вы не просто думаете о своем желании, а представляете, что оно уже исполнилось, достигается путем постоянной тренировки воображения. Чем чаще вы ощущаете состояние радостного удовлетворения от исполнившегося желания, тем быстрее то, к чему вы постоянно возвращаетесь в своем сознании, становится вашей реальностью. Секрет успеха заключается в постоянных настойчивых тренировках. Кстати, друзья, именно поэтому я рекомендую вам присоединиться к моему марафону на 30 дней для исполнения вашего желания. Все о марафоне, для чего, зачем, когда начинается, расскажу на бесплатном мастер-классе. Просто переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана или в описании этого ролика, и там будет все максимально подробно. Невил Годдард пишет, мне кажется, важно поговорить о неудачах, которые могут постигнуть вас при применении закона воображения. Почему же вас может постигнуть неудача? Хотя вы, получив полное представление о том, что такое закон воображения и как он работает, честно пытаетесь его применить. Если ответ на вопрос «Вы на самом деле старались», вы можете ответить «да», но ваше желание так и не осуществилось. В чем здесь причина? Причина в том, что вы не учли самый важный фактор успешного применения закона воображения. Время, необходимое для переноса вашего воображаемого образа в реальность, прямо пропорционально состоянию вашего сознания, то есть тому, насколько вы смогли вложиться в свой новый образ и почувствовать себя так, как будто все происходит на самом деле. Это и есть причина ваших неудач. Вы не чувствуете того, что представляете в своем воображении. Если вы не чувствуете себя тем, кем хотите стать, независимо от силы вашего желания и от того, насколько усердно вы стараетесь применить закон воображения, вы им не станете. Если вы не можете представить себя в новой должности, вы ее не получите. Суть этого принципа можно выразить одним библейским изречением. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших. Как можно достичь такого состояния? Секрет заключается в одном слове – воображение. Продемонстрируем его на простом примере. Представьте себе, что вас приковали цепями к огромной железной скамье, и вы не можете никуда уйти или убежать в сложившейся ситуации. Это было бы невозможным и неестественным. Вы не могли бы даже почувствовать себя бегущим, но вы легко могли бы себе это представить. И пока вы представляете себе, как вы бежите, вы забываете о том, что привязаны к скамье в своем воображении. Вы бежите абсолютно естественно. Достигнуть необходимого состояния сознания можно путем постоянной тренировки своего воображения, представляя себя тем, кем вы хотите быть, или воображая, будто вы уже получили желаемое. Конечный результат зависит от силы вашего воображения и от стремления перейти на новый уровень сознания. Вы должны умом и сердцем верить в то, что ваше воображение – это огромная сила, с помощью которой можно достичь всего, чего пожелаешь. Вы должны осознавать, что все изменения в вашей жизни происходят вследствие изменения в вашем сознании, а не из-за каких-то случайностей или капризов судьбы. Вполне возможно, вам не сразу удастся достичь состояния сознания, необходимого для материализации своих желаний. Но когда вы поймете, что сознание – это единственная подлинная реальность и единственный творец вашего мира, и эта мысль пропитает каждую клеточку вашего тела, тогда осознаете, что все успехи или неудачи зависят только от вас, от вашей способности концентрироваться и достичь необходимого состояния сознания. Суть закона воображения не меняется, он действует всегда, несмотря на ваши неудачи и разочарования, даже когда весь мир померк в ваших глазах. Вы не должны думать, что если ваше желание не исполнилось, то все, что говорят о материализации мыслей – это полная чушь. Ваше желание не исполнилось из-за какой-то ошибки или недостаточной концентрации сознания, но все ошибки можно исправить. Поэтому постарайтесь максимально сосредоточиться на ощущении того, что уже получили желаемое и стали тем, кем хотите быть. И помните, что исполнение вашего желания напрямую зависит от того, насколько вам удалось уловить и прочувствовать необходимое состояние сознания. Чудо – это слово, которым неверующие называют результат веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом изречении заключается весь смысл закона воображения. Если бы вы не были твердо уверены в том, что мысли и желания способны материализовываться, то никогда не смогли бы представить и почувствовать, что уже имеете то, что хотите. Визуализация желания и удовлетворение от полученного результата дают надежду. А надежда, в свою очередь, порождает ожидание успеха, без которого невозможно осознанное применение закона воображения. Недостаток веры свидетельствует о том, что вы сомневаетесь в существовании своего желаемого образа. А поскольку ваша жизнь – это отражение того, во что вы верите и к чему стремитесь, то недостаток веры неизбежно ведет к неудаче в любом осознанном применении закона воображения. Сила веры не зависит от проявления каких-то внешних сил. Вера – это деятельность вашего сознания. Несмотря на то, что в жизни иногда случаются неудачи, ваше предназначение состоит в том, чтобы достигать все более высоких уровней сознания и творить все новые и новые чудеса. Представляйте себя таким, каким вы хотите быть. Наделяйте себя самыми лучшими качествами. И продолжайте постоянно совершенствоваться. Воображение способно творить чудеса.